Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Вперед к успеху», и это симулятор гопника. Так что, пацанчики, готовьтесь, новая игра начинается. Ты проснулся на детской площадке. Тело немного ломит от лежания на холодном песке. Голова гутит и дико хочется пить. Ты, надо что-то купить попить. Обыскиваешь карманы, но обнаруживаешь лишь пару копеек. Этого не хватит даже на самую дешевую минералку. Оглядываешься в поисках какого-нибудь источника, но во дворе нет даже поливочных систем. Ты, говоришь, может что-нибудь за домом есть. На улице становится прохладнее, да и в туалет захотелось, поэтому ты решаешь зайти посидеть подъезд. В пазике тепло и уютно, воздух немного затхлый, но все равно здесь немного приятнее исправлять нужду, чем на улице под холодным ветром. Кто-то спускается вниз. Должно быть, лифт не работает. Все-таки писать на первом этаже не стоит, еще какой-нибудь жилец поднимет кипиш. А какой приятный сюрприз, это же твой друг детства, Валера. 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 Эй, какие люди, здорово, брателло, как дела? Пока не родила. Ну чё, как? Никак, башня расколуется от вчерашнего. Вот, расслабляюсь потихоньку. Показываешь банку с энергетиком. Да ты неправильно расслабляешься, братюнь. Нахер твой игуар, на вот пивасика хлебни. Ты отпиваешь дешевого пива из пластиковой бутылки, тебе сразу становится легче. Ну чё, порядок? Точняк. Спасибо тебе, Валера, ты настоящий поц. Ну ты говно вопрос, да? Слышь, круто, я тебя тут встретил. Ну давай поднимемся к Димону. А чё на? Ты чё, не слышал? Охеренные новости, брателло. Тут новый клубняк открыли. Где? У Димона, прямо на хате. Нихераси. Херово, как офигенно. Просто по-любому музыка просто охеренная. Баба Маня с первого подъезда рассказала, что тебя тут шалал вроде бросил. Ну да, сейчас там на хате тусуются такие биксы, ты их керешь вообще. Пошли. Вы поднимаетесь на четвертый этаж. Через плохую изоляцию слышна прекрасная музыка. Валера останавливается на этажном пролете, не доходя до двери. Вот мы и тут. Ты это, куда намылился? Я вообще злодяр и бежал. Свидимся через полчасика. Бывай нах. Валера убежал. Оставшись один, ты застыл в нерешительности. Все еще хочется отлить, но может вполне подождать. Так что? Пойти исправить нужду или пойти на вечеринку? Давайте нужду справлять. Ты поднимаешься на пару пролетов вверх. К сожалению, музыка отсюда перестает быть слышна. Наконец-то облегчился. Ты собрался возвращаться назад, как вдруг услышал странные звуки откуда-то сверху. Кто-то плачет этажом выше. Похоже, плачет женщина. Надо сходить проверить, что случилось. Ты поднимаешься на площадку. Рядом с одной из дверей стоит худая неряшливая брюнетка. Она тщательно пытается открыть входную дверь в квартиру. Хнык, хнык. Замок заклинило. Хнык. Ты решаешь помочь несчастной. Давай, ты сюда, мля. Она отдает тебе ключ, и ты с усилием поворачиваешь его в замке. Еще чуть-чуть. Готово. Дверь все-таки поддалась, но похоже, замку вместе с ключом пришел конец. Спасибо, спасибо. Да ну. Короче, замок твой-то. Чу-чу. Зови с Реслили кого-то там еще. Радость на ее лице быстро увядает. Но я не знаю, куда звонить надо. Ёба, в Жек звякни. Судя по ее растерянному выражению лица, телефон Жека она не знает. Тут ты припоминаешь, что неподалеку живет Валера. А его отец как раз работает с вестрем-ремонтником. Он отлично разбирается в замках. В лихие девяностое отец Валера был медвежатником. Но, к несчастью, его поймали на месте преступления. Тюрьма здорово подорвала его здоровье, и он был вынужден покинуть свое былое поприще. Вот он вполне может замок нового поставить. Я знаю одного кента с руками. Он тебе ником новый замок закупит за символическую плату. Давай телефончик звякну. О, схлипывает и говорит спасибо. Она открывает шире дверь, приглашает тебя войти. О-о-о. Девушка пытается прикрыть за вами дверь, но безрезультатно. Замок застрял в открытом состоянии. Где-то тут телефон валялся. Сейчас принесу. Мороженько тут у тебя. Мороженько. Мажоренько, вот. Пардон, ребята. Квартира выглядит намного лучше. Твоя здесь чистая и убрана. Вещей мало. Возможно, живет она одна. Вот телефон. Ты по памяти набираешь телефон своего друга. Сейчас все будет не ссы. Через несколько длинных гудков ты слышишь пропитый голос отца Валера. В последнее время он всегда дома. Ты объясняешь ему ситуацию, и он говорит цену и то, что будет через часа два-три. Кладешь трубку, передаешь информацию девушке. Так долго? Ведь дверь будет постоянно открыта, кто-то может зайти. Она начинает часто дышать. В этом районе постоянно кого-то общищает. Девушка начинает схрипывать. Да ты че? Не парься. Да ты успокойся. Слезы вместе с тушей текут по ее щекам. Девушка слабо дрожит. Похоже, ее охватило паника. Не ссы. Могу тут с тобой подорчать, пока слесарь не придет. Твои слова ее успокаивают. Она вытирает слезы, еще больше размазывает тушь по глазам. И спасибо. Ты меня просто так спас. Она в порыве благодарности обнимает тебя. Глядя сверху на ее макушку, ты думаешь, если девушку нормально постричь и приодеть, то вполне будет выше среднего. Конечно, девушка не совсем в твоем вкусе, но намного худеет твоей бывшей. К тому же бывшая редко проявляла свои чувства, да в постели была полным бревном. Что, впрочем, не мешало ей тебе изменять. Ты думаешь, что это попробовать с этой, раз уж она сама к тебе липнет. Как тебя спать? Девушка, девушка. Си, сик, а, ик, а, ш, а, ик. Ну, это хорейкать. Нихера непонятно. Я, ик, нем, немо, ик, гу, остановиться, ик. Кажется, еще чуть-чуть, и она сейчас снова начнет плакать. Икоту лучше всего запить, и ты протягиваешь Саше банку с Яшкой. К тому же алкоголь ее немного развеселит. Спасибо. Она, наконец-то, скидывает куртку и присасывается к банке. Пока Сашенька пьет Яшку, а ты в это время успокаивающе гладишь ее спину. Потихоньку твоя рука спускается вниз, и вот уже в твоей ладони упругая задница девушки. Ах, да. Саша явно не против твоей ласки, она сладко стонет. Ты мягко мнешь одной рукой ее небольшие ягодицы, а второй пытаешься залезти под футболку. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Саша наконец-то напивает энергетики, обняв тебя за шею, впивается поцелуем. На ее тонких губах сладкий вкус Яшки. Ммм. Она углубляет поцелуй, ее язычок шикочет твой небо. Хе-хе-хе-хе-хе. Убрав руки с твоей шеи, она начинает стаскивать себя в футболку. Ты пробегаешь ладонями вверх по ее выступающим ребрам. Какая же она худая все-таки. Похоже, лифчик Саша не носит. Твои пальцы практически у ее груди. Ммм, да, ммм, еще. И что-то уж она слишком полоская. Саша в нетерпении трется от твоей бедра. Нет, этого не может быть. Не веря в свои чудовищные догадки, ты прерываешь пацу и открываешь глаза. Сука, ебаный пиздец, блядь. Саша оказался далеко не девушкой. Фу, нахер. Ты запомоился, пацаны не поймут. Фу, блядь. Ну ты лязался с каким-то пидором. Теперь тебе нет дороги назад в нормальную жизнь. Смирись с этим. Слушайте, я аж прослезился, блядь, реально. Угар полный. Надблотин вечеринку. Давайте сейчас запилю версию с вечеринкой, короче. Вот. Ну, давайте мы на этот раз пойдем на вечеринку. Дверь открыта и ты входишь в квартиру, Дима. Походу, я вовремя. Вечеринка превзошла твои ожидания. Под стать прекрасной музыкой и ты видишь много чудесных людей. Ты никогда не подозревал, что многие твои знакомые оказываются великолепными танцорами. Обалдеть, вот это вообще четко. Эй, здорово, чё на? Зажигательная энергетика. Дима явно не поскупился на акустическую систему. Охеренная тема. Немного потанцевал с ребятами, ты отправляешься в другую комнату. Хозяина квартиры нигде не видать. Жаль, ты хотел бы высказать свое восхищение организатору столь чудесной дискотеки. Зато ты встретил дядю Рому. Его чувство ритма просто потрясающее. Эй, дядя Ром. Он полностью отдался танцу и не слышит тебя. Все-таки тебе припекло сходить в туалет. Ты решил не мешать людям и вышел в подъезд. Справив нужду, ты уже решил вернуться на вечеринку, как вдруг к краям глаза заметил, что кто-то курит рядом. Это была прекрасная девушка, буладинка с голубыми глазами. Только от взгляда на нее твое сердце начинает биться чаще. Ты решил завести знакомство со столь прелестным созданием. Ты че тусишь внутри, а? Точнее, не внутри. Да, да, это вот покурить вышло. У нее мелодичный голос с легкой хрипотцой. Эээ, да, вообще. Как тебе, как тебе патия? Да че, пока в натуре Димон нормально смог. А ты пивасик любишь? Да, вот, ага. Я тоже пивасик люблю. Однажды с пацанами, ну, еще в школе, столько выжирли за раз. Десяток литров на каждого в натуре, представляешь? Ого-го. Мой друган Валеру, походу, вообще со своей собственной сани провалялся до утра. А, ну, вообще улет. Видно, девушка искренне радует вашему обществу, у нее даже глаза заполистели. А я всю себе куртку обливал. Да ты что? Я вот тоже однажды с девахами. Рассказать свою историю она не успевает, так как внезапно он на площадку выходит покурить какой-то парень. Он явно чем-то расстроен. Звозыркнув на девушку, он обращается к тебе. Ээ, мужик, хер ли ты, мои баби, шары тут подкатываешь? Ээ, да ты совсем страх потерял в натуре. Ваши претензии беспочвенные? Да, ваши претензии беспочвенные, или я имею план на эту барышню? Да ну нахер на какая-то уродина вообще. Чё на? Я просто поссать вышел, хер ли ты доканываешься. Он подозрительно разглядывает тебя. Ты вот мне тут не гони, я буду. Он чуток успокоился. Ну, правда, котенок, что-то на пустом месте разошелся, такой у меня ревнивый. Заткнись, шалава, такую блядину как ты еще искать надо. Он поворачивается к тебе и с улыбкой извиняется. Браток, извиняй, и вали отсюда. Забей. Ты заходишь обратно в квартиру, оставляя их вдвоем. Снаружи слышны крики и звуки ударов. У-у-у, манда бешеная. А-а-а! Тварь сраная, перед каждым ноги раздвигаешь. Разлучать влюбленные парни в твоих правилах. Хотя ты слегка разочарован, что не смог познакомиться с этой блондиночкой. Ну да ладно. В море еще много рыбок. Оглядевшись, ты замечаешь, что прекрасного пола на танцполе практически нет. Девушки сидят и разговаривают, расслабляясь легкими напитками. Надо бы подойти к какой-нибудь барышне. Возможно пригласить на танец. Хотя, возможно, стоит попробовать угостить одну из них милым напитком. Ты достаешь из кармана Яшку и направляешься к девушкам. Яшка! Внезапно тебе навстречу упрыгивает незнакомка. В ее надежных руках несколько банных энергетик. Она с блаженством пьет из них поочередно. Яшка, Яшка, Яшка! Симпатичная и весьма очаровательная блондиночка. Ты тоже любишь Яшку? А-а-а! Угу, просто меня так прет. Она говорит так быстро, что ты не успеваешь и слово вставить. Звать тебя как? Маша. Маша, 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 Маня, Маруся. Какое чудесное имя. А-а-а! Отлично, походу, мое любимое имя. У мамани кошку также зовут. А-а-а! Маша отпевает из очередной банки. Да так, что жестянка входит в ее прелестный ротик. Банка довольно толстая, но вмещается чуть ли не наполовину. Ты весьма поражен и очарована ее феноменальными способностями. Оба-на! Г-ы! А что еще можешь так в рот засунуть, а? Она вынимает банку изо рта и соблазнительно улыбается тебе, подмигивая. За баночку Яшки все что угодно. А как насчет этой баночки, милая? Ты засовываешь Ягуар себе в штаны спереди. Ну, узнаем. Маша, глядя на тебя смущенная из-под дрожащих ресниц, гладит банку сквозь штаны. Но там целых две банки. Пока она гладит тебя спереди, ты ритмично толкаешь свою руку. Будешь хорошо себя вести, из обоих отхлебнешь. Вы удалились в подъезд, где Мария отлично продемонстрировала тебе, насколько глубоко она может заглатывать банки с Ягуаром. Тебе очень понравилась она как личность, и ты решил встречаться с ней почаще, чтобы угощать ее Яшкой. Вскоре вы поженились. Молодая невеста пришлась по душе всем твоим друзьям и родственникам. Твой лучший друг Валера был на свадьбе свидетелем, ему мама даже костюм пошила. Так что он был единственным человеком в костюме на празднике. Свадьба удалась на славу. Все напились уже к середине торжества. Твой отец подрался с дядей Ромой. Валера опять уснул пьяный, вы уже, собственно, мочи и болевоты. Отгуляли на славу, район весь позавидовал. Поздравляем, ты нашел свою любовь. Смотри, ты жил душа в душу до конца своих дней и пили бы Яшку каждый день. А с вами был Антон, надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.